Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, гости канала. Здравствуйте, дорогие подписчики, постоянные зрители, коллеги. Очередной расклад на нашем канале. Такой расклад уже был, мне кажется, месяца три-четыре назад. Но, в принципе, я его очень люблю. Он такой основательный. Расклад будет об отношениях. Мы посмотрим анализ отношений, что вообще происходит в отношениях. Посмотрим, вообще-то, как начинались отношения, чтобы вы хотя бы могли подтолкнуться изначально, смотреть или не смотреть дальше. Ваш вариант или не ваш вариант. По первым картам я расскажу, как отношения начинались, либо с чего начинались, чтобы как-то можно было характеризовать вариант. Посмотрим, какая ситуация на сегодня, что вы значите для партнера, кем для него являетесь, насколько вы им ценны, дорожит ли он вами, какие чувства испытывает к вам партнер, конкретно что у него в чувствах к вам, какие препятствия есть в отношениях, как он видит будущее с вами, видит ли он вообще его и хотел ли вообще увидеть будущее с вами, как себя вести, чтобы отношения продолжались. Ну и совет от карт. Будут пять колод, пять вариантов, как обычно. Первый вариант я буду делать на колоде, золотой колоде Ренессанса. Второй вариант будет универсальное Таро, золотое. Третий вариант будет Боттичелли. Четвертый вариант – колода Нефертари. Нефертити, Нефертари. Пятый вариант – Висконти. Второй Висконти. Загадывайте. Я помолчу по просьбам зрителей некоторых. Ну, кому нужно больше времени, ставим на паузу, потому что молчать в эфире тоже не очень хорошо. Так, я начну расклад. Так, первый расклад. Первый вариант, вернее. Давайте посмотрим вообще, что происходит сейчас в ваших отношениях. Как вообще, что начиналось, что у вас происходит. Так, как начинались ваши отношения? Ну, скорее всего, человек, который смотрит, находился в таком состоянии анализа. Ну, здесь могут быть либо тяжелый разрыв, либо после действительно каком-то болезненном состоянии. Тройка мечей говорит о том, что человек смотрящий находился такой, знаете, в состоянии, когда боится причинить себе боль, либо действительно был какой-то разрыв, либо была какая-то сложная ситуация. Понимались самоанализом, пытались как-то изменить ситуацию, пытались найти... Знаете, искали новый путь, искали нового человека, искали новый путь. Вообще находились на таком этапе, когда были готовы совершенно к новым отношениям. Либо после разрыва, либо после тяжелой какой-то ситуации, скандала, ну, все что угодно. Это колодит тройка мечей, это не любовный треугольник. Это конкретно, когда человек осторожен, он боится причинить боль, он боится опасности какой-то, ну, тут конкретно охота, и он находится на чеку, да, в таком состоянии. Плюс занимались каким-то самоанализом, очень были в чём-то разочарованы, ничего уже не хотели, возможно. Но ещё, знаете, как надежда оставалась на то, чтобы начать новые отношения, пойти каким-то новым путём. И в тот момент встретили вот загаданного человека. Может быть, не совсем того, которого хотели встретить, но, мне кажется, в тот момент действительно было не то чтобы всё равно. В тот момент хотелось просто что-то изменить в своей жизни, действительно заново начать. Потому что тройки, четвёрки, очень много было разочарований, очень много было в себе разочарований. Просто они бы для того, чтобы забыть, да, или хотели начать отношения с этим человеком, они бы просто даже на что не рассчитывали, а просто хотели как-то пойти каким-то новым нестандартным путём. Какая же ситуация в отношениях на сегодня? Так, ну в этой колоде «Восьмёрка кубков» она означает продолжение рода. Здесь «Девятка жезлов», карта, ну карта такая оборонительная. Кто-то закрывается из партнёров, потому что в данный момент тут либо оба, либо один из партнёров понимает, что, ну как бы от этого вопроса всё равно не уйти. Да, рано или поздно он встанет между кем-то, ну мужчиной, либо у женщины. И тут как бы один человек вообще как-то пытается ускользнуть от темы продолжения рода, потому что решение это принято должно быть, но здесь всячески как-то от этой темы человек уходит, закрывается, вообще боится поднимать эту тему. Не могу сказать, женщина или мужчина. Скорее всего, мужчина ещё был король мечей. Ну либо человек в форме, либо человек такой не эмоциональный, не показывающий свои эмоции. Отношения на такой стадии, когда просто эти вопросы, развитие ваших отношений, развитие будущего, какое-то будущее ваших отношений, он опускается. Здесь всячески, во-первых, сам мужчина будет закрываться от эмоций. Возможно, вы там и год, и два в отношениях, но вопрос, допустим, продолжения ваших отношений, переход на более глубокий уровень, допустим, вопрос деторождения, он вообще как-то, знаете, проходит мимо. Никто его не хочет поднимать, никто не хочет вообще на этой теме касаться. Ну, это не обязательно конкретно там рождение ребёнка. Ну, либо в ваших отношениях у кого-то есть дети тоже этот вопрос. Просто потому что пятёрка мечей – это утаивание информации. Это вообще как бы нежелание обсуждать эту информацию. Либо не хватает информации. Потому что решение в любом случае должно быть принято. Ну, сложная какая-то ситуация, касающаяся детской темы и продолжения рода. Король пока не хочет касаться. Конкретно мужчина в этих отношениях не хочет касаться этого вопроса. Всячески он от него отгораживается. Девятка мечей ещё может быть связана с каким-то неприятным опытом. Когда человек вообще чувства не показывает. Когда он всячески пытается закрыться от каких-то эмоций, от проявления вообще каких-то чувств. Потому что в случае того, что он признается или скажет, что у него есть к вам чувства, сразу автоматически поднимется тема. Ну, что будем делать дальше? Может, как-то ребёночка родим? Ну, я шучу, конечно. У всех разный. Это общий расклад. Потому что смотрят женщины разных возрастов и мужчины разных возрастов. Ну, однозначно, это тема будущего. Будущего. Как отношения будут развиваться. Переходим мы на другой уровень. Как-то разговариваем. А мы уже о более стабильном каком-то или серьёзном уровне отношений. Здесь всячески будет тема опускаться. У кого-то проиграются дети, у кого проиграется просто идём мы дальше вместе. В любом случае, будущее не обсуждается в данный момент. Так, что вы значите для партнёра? Ну, здесь очень серьёзно к вам партнёры относятся. Очень большое уважение. Высоко он вас ценит. Относится к вам практически как к своей семье официальной. Ещё выпала королева кубков. Ну, либо женщина такая мягкая, податливая. Либо королева водного знака зодиака. В чём-то общий расклад. Конкретно даже можете быть... Вот если смотрит женщину, то это будет она. Та женщина, которая смотрит. Относится к вам как к официальной жене. Ну, либо если вы являетесь официальной женой, то официальная женой. Либо действительно с очень большим уважением. Потому что здесь жрец истина. Как к женщине правильной, к женщине честной. Непорядочной. Либо как к женщине. Ну, это официальный брак. Десятка пентаклей с браком. Потому что я не могу в общих раскладах... Конечно, это может проиграться у некоторых как дама замужняя. Но я сейчас смотрю... У некоторых может проиграться как дама в этих отношениях является в официальных отношениях. И в очень удачном браке, допустим, находится. Но я больше смотрю, что вы значите для партнёра. Вы его успех, вы его счастье, вы его победа. И причём через вас он узнаёт какую-то истину. Он взрослеет, он мудреет. Он действительно осознаёт что-то более высшее. Ну, это такие, я могу сказать, серьёзные уже чувства. Потому что карты серьёзные. И вы член его семьи. Он вас уже принял. Вы для партнёра, ну, если смотрит женщина, практически как его жена. Насколько вы ему ценны? Насколько вы ему дороги? Вы ему очень дороги. Король Пентакли. Вы его целый мир. Знаете, вот ещё такая карта первой тяжести. Когда человек, ну, тут карты, на которой изображены ангелы. Которые не могут достучаться до пары. Не могут им никак помочь. Ну, вообще вы настолько ценны этому человеку, что он даже сам иногда боится, сможет ли он вас потянуть действительно настолько вы ему дороги. И в материальном плане, и вообще. Потому что вы для него весь мир. И конкретно Король Пентакли – это такой человек, который ему вообще... Он вкладывается только в то, что ему дорого. Да, он вкладывается... Короли Пентакли, они вообще вкладываются только в женщин, с которыми собираются строить серьёзные отношения. Вот, знаете, он... Настолько вы ценны, настолько он вами дорожит, что ему даже тяжело от этого. Потому что, ну, старший Аркан Мир. Сейчас я его ещё уточню, конечно, нет. Вы его звёздочка, вы его звезда, вы надежда. Ну, устроит человек планы, но не будет их вслух озвучивать, потому что по первым картам, ну, здесь либо сам не готов к этому, либо просто боится принять все решения. Рано или поздно всё равно придётся принимать какое-то решение. Но на данный момент, по первому варианту, вы очень дороги этому человеку. Короли Мичей они обычно не озвучивают, но как есть, надо смотреть, наблюдать за его поступками. Действительно, действительно возлагает на вас какие-то надежды, очень большое уважение, очень высоко вас ценит. И действительно, вы та женщина, в которую можно вкладываться, и женщина, с которой можно строить серьёзные отношения. Человек это понимает, он это сознаёт, очень трезво и конкретно, причём карты такие, знаете, говорящие. Хорошо, что же у него почувствуем? Какие он чувства к вам испытывает? Ну вот, в данный момент ему очень плохо. Депрессия, почему? Потому что очень хочет с вами встретиться. Он очень хочет с вами встретиться, потому что тут человек думает о... Сейчас, минуточку. Где ещё? Общий расклад. Говорю несколько вариантов. Какие чувства? Чувства у него есть. Здесь показывать боится, не может, потому что считает, что в этих отношениях он всего лишь любовник, или всего лишь любовная связь у некоторых. Здесь нужно по уму принимать какое-то решение, что-то делать. Двойка жезлов здесь в этой карте, карта немощности. От мужчины здесь он чётко понимает, что от него здесь ничего не зависит. Здесь есть какие-то обстоятельства, которые не дают ему действовать. Поэтому, скорее всего, молчит, поэтому, скорее всего, о чувствах своих не говорит, не показывает. Вообще, тему, если даже задумывается о продолжении рода с вами, он даже, ну, всячески будет молчать и не обсуждать. Он даже боится поднимать эту тему с вами. Ничего он здесь не решает. Здесь очень нужно принимать важное решение. Может быть, какой-то через суд, может быть, это разводы, может быть, у кого-то проиграются решения в плане документов. Ну, всё, что угодно. Решение очень важное. Необходима юридическая какая-то консультация, как правило, по вопросам мечей. Часто очень касается юридических документов. Это официальные браки, разводы, консультации, работа. Ну, это уже серьёзная тема такая. Причём здесь ошибаться нельзя. Здесь желательно выйти, победить с ним из ситуации. На чувство, конечно... Ну, могу сказать, что раз переживает, чувство есть. Причём переживает из-за того, что он всего лишь девятка кубков. Девятка кубков – это любящий человек. К правилу, любовники проигрываются. Сделать ничего не может. У многих проиграется, что женщина в первом варианте замужем. Оператор выпадает. Карта конкуренции. Первый вариант. Женщина может быть не свободна. Может быть не свободна, либо просто человек, мужчина, мужчина в данном случае не может быть конкурентом. Ну, боится. То есть даже конкурировать с другим мужчиной, потому что, видите, другой мужчина выпадает императором. Либо просто, если есть дама свободна, здесь боится показывать, как-то проявлять свои чувства, потому что боится, что нет у него шансов. Высокая конкуренция на то, чтобы быть вашим мужем. Может быть так ещё. Общий расклад. Так, какие же у вас всё-таки препятствия? Препятствия. Сейчас-то мы всё и поймём. Ну да, тут, скорее всего, любовные отношения. Препятствия. Ну, во-первых, есть другой мужчина, во-первых, есть дети, во-вторых, вернее, есть дети. Так, ну, либо другой вариант. Какие препятствия? Мужчина хочет управлять этими отношениями. Мужчина хочет держать в руках развитие этих отношений. Знаете, как колесничий, он держит вожжи и имеет, ну, у него всё в его руках, развитие, отношения. А здесь как-то у него не получается. Либо он просто любовник, ещё король кубков проигрывается, как любовник в этих отношениях. Либо есть действительно другой король какой-то. Ну, он думает о том, что есть другой король. У кого-то проиграются дети. Ну, препятствия, в принципе, серьёзные. Да, здесь ещё и ревность проигрывается. Вот резонируют чувства, замечательные отношения, идеальные. Но есть где-то кто-то, у кого-то король проиграется, у кого-то просто несостоятельность мужчин, но очень много других королей. Либо вот такая дама, очень интересная, успешная, вокруг которой вьются просто мужчины. Но здесь, во-первых, он не показывает, потому что первый был король мечей, он даже ревность не был показывать. Но его очень сильно это цепляет. Всадник мечей всегда говорит о ревности, о каких-то вспышках ревности, что мешает. Ну, вот либо любовные отношения, либо то, что человек не может управлять. Иногда у некоторых может проиграться как расстояние, отношения на расстоянии. Тоже из-за этого могут быть ревности, переживания и непонятные ситуации. Хорошо. Какое видит он с вами будущее? Или как он видит с вами будущее? И вообще хотел ли он быть с вами в будущее? Ну, хотел бы на самом деле будущее видеть. Действительно. Потому что по умеренности эта карта говорит о домашнем комфорте. о уюте, о умеренных каких-то отношениях. Не рассчитывает он, конечно, что это быстро случится. Здесь нужно сделать выбор. Здесь нужно как-то принять решение. Здесь действительно нужно от чего-то отказаться. Папажор Пентакли. Ну, здесь, во-первых, ничего быстро не получится. Он чётко это понимает. Он понимает, что здесь нужно ещё вкладываться, нужно многому учиться и нужно... Ну, Паш Пентакли – это такой ученик, добросовестный ученик, который будет по припинкам собирать и как-то действовать. Умеренность – тоже карта такая небыстрая. Однозначно он думает о вашем будущем, но как-то так отдалённо. Карта любовников, отшельников. Либо один не свободен, другой свободен. Либо действительно нужно сделать выбор, мудрый выбор. Может быть, даже от чего-то отказаться. Но действительно, всю эту ситуацию... Он вообще боится думать о будущем, переводит как наказание. Почему боится думать о будущем? Ну, потому что он понимает, что чтобы идти вместе в далёкое будущее, здесь нужно пройти очень много испытаний. Это данные колодья вообще восьмёрка мечей – это наказание. Это наказание, это принятие какой-то воли судьбы, как, не знаю, кармическое испытание какое-то. И действительно, после всех испытаний карта хорошая, с шестёрками, чем эта колодья. Когда пара влюблённых проходит через все испытания, через все какие-то утраты, через все какие-то уроки, это важные очень уроки кармические, делает правильный выбор. В этой колодье шестёрочка не означает любовников, влюблённые. Это просто влюблённые. Но здесь по отшельнику как-то нужно всё-таки пройти через какой-то кармический опыт, испытание, через какое-то что-то важное понять, от чего-то отказаться, что-то принести в жертву, где-то понести какие-то наказания. И после всех испытаний, вот видите, под охраной ангелов вы отправляетесь к небесам. Но не могу сказать, что у меня есть какое-то яркое, чёткое представление о вашем будущем. Оно отдалённое. Да, хотелось бы с вами быть вместе, но там до этого было столько интересных карт, которые говорят, что так просто у вас ничего не получится. Хорошо, как вот вам загадан, ну, человек, который смотрит, как себя вести, чтобы вот отношения продолжались? Ну, во-первых, ну, хорошо, первый вариант такой 10-20%, просто вести себя как пара, потому что у нас изначально выпадал король мечей, и просто чувствовать себя парой этого мужчины, и продолжать делать так, как вы, в принципе, и вели себя в этих отношениях. Ну, в принципе, основное значение, самое главное, не поддаваться эмоциям. Дама мечей – это женщина, которая дружит головой. Дама мечей – это женщина, которая 7 раз отмерит и 1 раз отрежет. Она не делает поспешных решений, она не рубит с горяча, она не эмоционирует, она не плачет, она лишний раз не капризничает. По магу она учится. Да, нужно в чём-то манипулировать в отношениях, но самое главное, всё-таки маг – это ученик, и маг, если он что-то решил, он добьётся, маг сделает. Самое главное, здесь нужно вам принять решение и понять, с одной стороны, маг – это манипулятор, но чаще всего в метросладах он проигрывается, как молодой человек. Ну, неважно. По магу. Маг, он владеет всеми стихиями, маг владеет и мечами, и пентаклями, и кубками, и жезлами. Самое главное – понять, что мы делаем, потому что это в одном лице и тактика, и стратегия, как вам себя вести. Ну, если вы действительно принимаете решение и хотите быть с этим человеком в будущем, то здесь нужно действовать и строить планы на будущее. Потому что семёрка кубков в этой колоде – это действительно, когда женщина мечтает, надеется, ждёт и строит какие-то планы на будущее. И мало того, что она строит, здесь нужно действовать. Мудро, чётко, без эмоций, без слёз, без каких-то там фантазий по холодной головой. Ну, многое от вас зависит, потому что если на ваше действие выпадает маг, то здесь однозначно нужно действовать вам. Так. Будет ли мужчина действовать? Да. Мужчина будет действовать однозначно. Когда он увидит от вас действительно чёткое желание быть вместе, чёткое желание, ну, и действия конкретные, когда он будет видеть, что вы начинаете действовать в его пользу, играть в его пользу, принимать какие-то решения в его пользу, потому что у всех, много человек смотрит расклады, то действительно он будет, солнце и двойка кубков однозначно будут действовать с вами в тандеме. Ну, совет от карт ещё, конечно. Восьмёрка динариев. Работайте, работайте, кропотливо работайте над вашими отношениями. Вот оттачивание мастерства, и в этой колоде, в принципе, тоже такое кропотливое занятие, когда по монеточкам он собирает своё счастье, и по монеточкам собирает свой опыт. Поэтому первый вариант, отношения хорошие, много преград, много каких-то препятствий, но я думаю, каждый сам понимает, в чём они, каждый общий вариант. Так, в принципе, не вижу тут никаких обманов, не вижу здесь каких-то измен, таких вот, о которых партнёры не знают, я бы так сказала, скрытых каких-то угроз и манипуляций, отношения открытые, отношения и чувства такие глубокие. Второй вариант, золотая универсальная таро. Давайте посмотрим, с чего начинались ваши отношения, и как они начинались. Второй вариант, было окончание каких-то предыдущих отношений, я не вижу каких-то страданий, переживаний, выплодам окупков. Здесь либо краёв водного знака зодиака, либо просто женщина, которая искала любовь, либо женщина любящая, женщина такая ласковая, нежная. Проиграть у некоторых поездка за границу, путешествия, в путешествии помогли познакомиться. Также у них может проиграться, как начинались, по интернету могут начинаться. Причём начинались очень глупо. По шуту, даже не то, что глупо, никто не рассчитывал на какое-то серьёзное дальнейшее продолжение. Была какая-то лёгкость, просто новое знакомство. Какое было знакомство? Знакомство-то было очень такие нелёгкое, всё-таки Божий суд. Очень важное для вас, но может быть просто как новое знакомство в путешествии. У кого-то в путешествии, у кого-то окончание предыдущих отношений, у кого-то знакомство по интернету, по переписке. Ну, какое ещё? По дьяволу, боже мой, одни старшие арканы. Ну, как искушение. У мой даже проиграется как шутом, конечно. Никто не планировал какие-то отношения. Возможно, там кто-то из двоих, а может двое, искали просто каких-то лёгких, несерьёзных отношений. Ну, либо как искушение, когда там, ладно, вот попробую. Иногда там, допустим, по интернету не знакомился ни с кем, а тут как без попутал, а попробую, что это такое вообще. И как-то всё вот в итоге получились серьёзные отношения, сложились. Потому что Божий суд – это как принятие решения определённого, принятящее смену, кардинальную перемену в жизни людей. Так, какая же ситуация сегодня в ваших отношениях? Любовь, чувства, взаимная любовь, стабильные отношения. Возможно, у кого-то проиграет совместное проживание. Но вот есть всё-таки такое недовольство результатом. В чём недовольство результатом? Ну, есть ссоры, скандалы, как правило, из-за ревности. Причём, ну, может быть, не из-за ревности, но они неожиданные. Они неожиданные, они внезапные, на пустом месте или обоснованные. Нет, не понимаете, что происходит. Либо здесь есть тайная какая-то связь, вы завезреваете в том, что мужчина, может быть, изменяет, либо, ну, кто как смотрит, кто-то изменяет, потому что тайная жрица выпадает. Я его спрашивала, на почве чего возникают скандалы, скорее всего, на почве каких-то чего-то тайного, чего-то неизвестного, что непонятно, поэтому происходит скандал. А так, в принципе, чувство взаимной отношения. По второму варианту, люди, скорее всего, уже в стабильных отношениях. Хорошо. Что вы значите для партнёра? Вы его комфорт, вы его домашний уют, вы его тихая гавань. Вы для него человек, женщина, ну, женщина, если смотрит, которая за него борется, которая отстаивает, знаете, она борется со всеми внешними обстоятельствами и создаёт ему комфорт. Причём, как-то, вот, за него она борется, не знаю, больше, по этой карте, конечно, проигрываются внешние обстоятельства, это люди, знакомые, я не знаю, работают, какие-то конфликтные ситуации. Что вы значите? Вы для него именно этот покой, уют, тихая гавань, куда нужно прийти после вот этой работы, после каких-то конфликтов, после каких-то разборок, скандалов, прийти, и вы создаёте вот эти наполняемости, вы для него именно тот уют, когда мужчина может прийти, закрыть глаза и вот просто задремать, не думая ни о чём, вы ему даёте вот эту вот тишину, спокойствие и уверенность. Что вы для него ещё? Тоже очень глубокое уважение, жрец относится к вам с уважением, действительно, ну, у кого-то, конечно, проиграется ещё брак, может быть, в таком сочетании, но поистине, знаете, вот человек обрёл какие-то истинные чувства с вами, очень высоко вас ценит, очень много вы для него значите, и являетесь поистине вот той женщиной, с которой вот он видит именно правильные отношения. Так, насколько вы ему ценны? Дорожит ли он вам? Очень такая интересная ситуация. Он вам и дорожит, и вы ему ценны. Понимаете, почему? Потому что вы ему помогли. Ну, во-первых, с помощью вас у человека произошла какая-то очень сильная трансформация, потому что по смерти, ну, здесь действительно как перерождение человека. Часто очень, понимаете, по девятке кубка проходят мужчины, которые наслаждаются в отношениях, которые получают удовольствие в отношениях. Они, в принципе, и женщинам дарят удовольствие, но основная цель в любых отношениях связи, которые они заводят, это наслаждение. А здесь с вами он как-то вот либо начал ценить домашний комфорт и уют, и дороги, да, дороги. Но тут как бы объясняют, почему. Потому что, ну, действительно, человек понял, что такое счастье. Что такое счастье и комфорт постоянных отношений. Вы его такой трансформатор, который перевернул жизнь, жизнь загаданного человека на 180 градусов. Что же он принёс в жертву? Ну, во-первых, он чему-то научился через боль и страдания. Жертва принёс свои переживания, страдания, болезненные. Причём, были ещё у кого-то какие-то вложения. Что ещё? Мужчина принёс жертву свою стабильность. Я не могу, ну, каждого, вот именно, знаете, у каждого мужчины есть та зона комфорта, из которой он не хочет выходить. Почему? Они вот многие очень часто не хотят как-то, вот устраивают их любовные отношения, либо отношения лёгкие, либо отношения встретился, расстался, погулял, потому что они боятся потерять свою свободу и вообще они боятся выйти из зоны комфорта. А здесь как-то вы ему показали, что не так это страшно, на самом деле. Он с вами счастлив, он с вами как-то трансформировался, он с вами как-то действительно начал вкладываться в будущее. Да, болезненно было разрыв конкретно расставания со своей этой стабильностью, но эта стабильность это просто из колода 78 дверей, там вообще четвёрка же Пентакли, изображён мужчина с чипсами перед телевизором. Вот это его стабильность, это его вот эта вот зона комфорта. Да, вы всю жизнь ему поменяли, человек сделал выбор, ну вот поэтому, конечно, ему дороги. Он всё оставил позади, теперь он как с чистого листа начал новую жизнь с вами, это теперь вы для него всё, что у него есть. Он потерял свою эту зону комфорта, поэтому, конечно, вы ему дороги. Так, какие чувства он вам испытывает? Чувства очень глубокие, вы его императрица, вы женщина, которая, ой, безумно, он вас очень желает, он вас очень хочет, вы его победа, вы его достояние, женщина мечта. Мало того, что мудрая, красивая, ну, возможно, жена императрица, либо мать будущих детей, он видит вас, мать будущих детей, это глубокое уважение. У некоторых проиграется, конечно, женщина, возможно, старше, мудрее, но здесь не важно, здесь не об этом, здесь действительно какие чувства? Чувства самые яркие, потому что здесь женские карты выпадают в вас, он видит именно ту женщину, которая его возбуждает, которая, вот, женщина мечта, женщина, в которой он видит мать, жену, любовницу, потому что такое сочетание, женщина-любовница, которая ждет своего мужчину, женщина-куртизанка, женщина-успешная, женщина такая ухоженная, красотка, а здесь женщина-мать, женщина-хранительница домашнего очка, причем сильная женщина, которая, в протрите, она управляет, даже всеми королями. Чувство глубочайшее. Какие есть препятствия в ваших отношениях? Так, ну, либо сам мужчина, либо другой мужчина. Тут общий вариант, не буду никак, здесь очень много разочарования, потому что, почему говорю, что сам мужчина, потому что карта, я называю сам дурак, переживая, что сам в чем-то виноват, то есть, если есть какие-то препятствия, то их, в принципе, создает сам мужчина, да, потому что он вот этим самым копанием, правильно, неправильно, стоит, не стоит, чувство, не чувство, люблю, не люблю, стоит ли идти в эти отношения, не стоит. Здесь очень много, плюс эмоции не показывает, не хочет никак показывать эмоции, король мечей. Ну, я еще называю иногда, знаете, препятствия от большого ума. Вот, меньше было бы анализа, меньше было бы какого-то сравнения, плана, потому что король мечей, ну, мечей, это все-таки такой план в отношениях, планировать что-то и решать, как, ну, здесь математический подход, юридически не подходит, здесь, конечно, больше должно быть чувства и эмоции. Поэтому, в большинстве случаев проиграется, что главным препятствием является сам мужчина в этих отношениях, потому что не хочет показывать свои эмоции, хотя влюблен здесь по уши, здесь женщина его покорила уже основательно, да, спинного мозга. либо у кого-то проиграется конкретное препятствие, есть соперник, есть другой мужчина, либо воздушного, однако, зодиака, либо такой в форме спортсмен, не знаю, юрист, адвокат, судья. как видит мужчина будущее ваших отношений? Замечательно, он видит скупков развития, причем очень сильно из-за этого переживает, но переживает из-за чего? Из-за того, что, кстати, мужчина конкретно смотрит на вас, как на жену, дама Пентакли, это женщина, хранительница домашнего очага, просто карты предыдущие уже выпали, императрица, здесь она проигрывается как жена, видит он развитие, он собирается с вами идти в новый этап какой-то, ну, тут может проиграться как любовь, как свадьба, как рождение ребенка, как эпогея, но очень сильно переживает, спрашиваю почему, потому что вот жена, карта жены, ну, либо у кого-то есть жена, либо действительно, вот как вы, женщина такая успешная, женщина такая интересная, женщина такая, боится какого-то обмана, ну, действительно боится, что у него не получится, что у него есть соперники, что есть какой-то обман, что вы такая женщина-звезда, у некоторых проигрывается, как дама Пентакли, как женщина, которая больше зарабатывает, женщина более успешная в материальном плане, но он четко понимает, что, конечно, вы для него недостижимая цель, а вообще хочет с вами строить серьезные отношения, хочет строить с вами любовь, но здесь, конечно, такое очень много опасения, в плане обмана, а обман в чем? В том, что либо есть соперники, либо просто человек так любит вас, что действительно просто опасается, так, есть ли у него действительно повод, чтобы ревновать, ну, не могу сказать повод, не повод, либо отношения на расстоянии, либо боится, что вы расстанетесь, что вы от него уйдете, уплывете к другим берегам, да, женщина эффектная, женщина сексуальная, женщина такая, я еще карту достала, пятерка Пентакли, но мне больше идет не как бездуховность, как все-таки в материальном плане, женщина более успешная, чем мужчина, ну, понимаете, не факт, что это есть на самом деле, они могут себе просто надумывать, накручивать, потому что здесь проигрываются как очень сильные переживания, а вообще планы у него, конечно, серьезные по тузу кубков, как вам себя вести, чтобы отношения продолжались, смотри, так, ну что, чтобы отношения продолжались, не показывать свои эмоции, так, второй вариант, вот под конец надо было как-то так вот все закрутить, несколько королей, еще и императора, ну, действительно, женщина очень интересная, у женщины может быть очень много поклонников, до последнего не показывайте свои чувства, ну, как совет такой, и если действительно есть несколько вариантов, есть несколько мужчин, которые вы можете выбирать, то не показывайте чувства, просто наблюдайте, не торопитесь, и выбирайте действительно того короля, который вам более, ну, подходит, наверное, и, да, решение примите очень быстро, самое главное, пока, знаете, не признавайтесь в чувствах всем, ну, или тому королю, на которого вы загадали, ну, либо, может быть, знаете, какой еще вариант, все-таки общий расклад, если, действительно, нет у вас никаких других королей, потому что много женщин смотрит, тогда, действительно, как вам себя с ним вести, ну, попробуйте все тактики, конкретно, ведите себя, здесь закрывайтесь от эмоций, закрывайтесь от чувств, да, есть какой-то, может быть, неприятный опыт, включайте всю свою женскую интуицию, включайте всю свою женскую, вот эту вот, теплоту, энергию, женственность, как с королем жезлов, как с императором, как с королем, вот просто пробуйте все тактики, именно тот случай, когда, знаете, не ошибетесь, просто давайте мужчине свою правильную женскую энергию, потому что луна, это еще и материнство, луна, это еще и уют, и дом, и забота, все что угодно, ну, я думаю, женщина, которая смотрит, не четко понимает, есть у нее королей или нет, ну, если, действительно, он один, тогда просто пробуйте на нем все тактики, которые возможны, советует карт, советует карт, ну, принимайте решение, хотите ли вы строить с этим человеком серьезные отношения, хотите ли вы общего семейного бюджета, ну, он еще может проиграться как успех, победа, окончание того, что вы задумали, потому что маг, он, конечно, такой товарищ, который включает всю свою интуицию, он стратег-тактик, и он, если он принимает решение, что да, мы идем с этим человеком дальше в отношения, то вы, в принципе, советует карт, действуйте, успех не за горами, такой вот второй вариант, интересно, в принципе, неплохое, тоже все хорошо в отношениях, я не вижу чего-то такого сложного, третий вариант, колода потечения, анализ отношений, что происходит в отношениях, на сегодняшний момент, на момент просмотра, так, как начинались ваши отношения, что такое, что третий расклад, третий вариант, ну, здесь было, скорее всего, путешествие, какая-то веселая компания, у кого-то проиграется, как корпоратив, у кого-то проиграется, как поездка по работе, но здесь, все-таки, первая карта мира, это знакомство по интернету, знакомство, переписка по интернету, связь на расстоянии, либо конкретно заграничная поездка куда-то, веселая компания, шумная веселая компания, празднование чего-то, потому что здесь действительно карта праздника, наслаждения, получения удовольствия и связана с работой, связана с работой, либо еще, может, как у некоторых проиграться, когда люди складываются и компании идут отдыхать, потому что это как совместное вложение, да, скорее всего, выпадает дама мечей, нельзя, конечно, дама воздушного знака, зодиака, скорее всего, женщина, которая смотрит, просто здесь как характеристика, что недовольство ситуации, недовольство жизни, недовольство тем, что вообще происходит в личной жизни, строились какие-то планы, семерка мечей, здесь конкретно в этой колоде, это как обсуждение планов на будущее, и просто желание сменить, сменить вообще все, но здесь, вот в таком сочетании, проигрывается как празднование, празднование, получение удовольствия, у кого-то отпуск проиграется, у кого-то поездка, ну, либо в компании, либо поездка по работе, ну, больше, конечно, как отдых и наслаждение, что при этом испытывали знакомство, ну, вот, когда вы познакомились с этим человеком, вы были одна, если же смотрит женщина, вы были одна, подшельник, он был один, то есть вы были не в отношении, конкретно просто вот переживание может быть какой-то сложный период, потому что отшельник это еще глубокий анализ, это переход на другой уровень, это такое духовное развитие, может быть какой-то этап у вас был такой в жизни, очень важный, и, ну, такое, не вижу каких-то разрывов сумасшедших, нет, здесь действительно просто была какая-то поездка, так, что происходит сегодня в ваших отношениях? Стабильная дружба, стабильная дружба по дьяволу, такой, я бы сказала, сэдс по дружбе, ну, я шучу, стабильные отношения, тройка вот здесь, в этой колодзе, это все-таки, она говорит о любви, о каких-то чувствах, но, здесь больше как не, самое не главное, любовь, здесь просто стабильное отношение, возможно, там, сексуального характера, человека, да, нет, любовь есть, любовь есть, чувства есть, но все-таки дьявол, вот сейчас я его расшифрую, почему дьявол, почему дьявол, хорошо, у некоторых проиграется, что мужчина не свободен, потому что, если попадает дама Пентакли, она часто проигрывается, как жена, либо как другая женщина, чувства есть, любовь есть, и хотелось бы все-таки продолжения, хотелось бы, то скупков, это и ребенок, это и новый этап отношений, это и переход на другой уровень, но вот дьявол, конечно, всю эту стабильность подрывает, что вы значите для партнера? Сложный партнер с вами, если честно, он не понимает, зачем вообще ему эти отношения, здесь как боится какого-то наказания, боится как, как, вот, не хочет по третьему варианту, человек вкладываться с вами в отношения серьезные, здесь могут быть качели, здесь может быть непонятная ситуация, мужчина может пропадать, потому что, что вы значите, да, вот, кем вы для него являетесь, ну, здесь прям чуть ли не наказание какое-то, легко он к вам относится, не хочет он вкладываться в стабильные, долгосрочные отношения с вами, пятерка мечей, здесь вот в этой колоде, это означает, ну, какие-то трудности, какие-то препятствия, и конкретно, наказание за предательство, если эти девушки взяли, отрубили ему голову, поэтому вы для него действительно, тяжесть, он во многом разочарован, разочарован в себе, почему в себе разочарован? Ну, потому что мужчина, скорее всего, здесь не планировал каких-то серьёзных отношений изначально, сейчас какая-то трансформация, хотел просто лёгких каких-то отношений, здесь по страстям, здесь и дьявол ещё выпадает, хотел просто какую-то дружбу, просто стабильные связи, иметь секс, иметь отношения постоянные с красивой девушкой, интересной, сложно теперь, понимает, что за что-то наказан, понимает, что может быть, здесь и паузы могут у некоторых проиграться в такой ситуации, и может быть соперница, может быть другая женщина. На вопрос, что вы значите для загаданного человека, здесь тяжело сказать, здесь, во-первых, у него в данный момент меняется отношение к вам, как переоценка, что от отношений просто, возможно, какого-то сексуального характера, или просто каких-то встреч, что-то переходит куда-то, а он всячески сопротивляется, и вот воспринимает это как наказание, что, да, понимает, что рано или поздно так должно было произойти, но тут надо либо расставаться, либо идти дальше. Так, ну, насколько он вами дорожит? Не могу сказать, что он вами дорожит, если такое эмоции. Третий вариант, непонятные, совершенно непонятные отношения, тяжело ему с вами, не могу сказать, что вы ему очень дороги, не могу сказать, боится ли он вас потерять. он к этому относится, что рано или поздно это либо закончится, либо перейдёт на другой уровень. Тайные отношения, по третьему варианту, выпадает жрица. Если есть в третьем варианте кого-то связывают дети, то здесь однозначно ему дорого, это прямо дорого обходить, да, он понимает, что если мы расстаёмся, то остаются какие-то обязательства по отношению к вам, по третьему варианту. Ну, здесь человек очень боится скандала, боится каких-то, ну, всё ему тяжело это проходит, третий вариант. Либо вы являетесь действительно тайной женщиной, и здесь какое-то решение, связанное с детьми, либо действительно отношения уже длятся какое-то время, идёт переоценка прошлого. Так, хорошо. В отношениях сейчас вы... Нет, тут, скорее всего, третий вариант на расстоянии вообще. Отношения на расстоянии, любовь на расстоянии, интерес к вам есть, чувства есть, но вот вопрос, как он вами дорожит, не дорожит, здесь какой-то такой подход, такое ощущение, что загаданный человек в такой степени от всего устал, что он чётко понимает, что здесь надо как-то поставить, что трансформация уже началась, только по естественному процессу, отношения переходят из одного статуса в другой, из одного положения, из одного стереотипа общения в другой. Да, здесь рано или поздно нужно что-то делать, от этого всего ему тяжело. Если там вы тайная женщина, которая смотрит, ещё и как-то он вас поддерживает материально, ему тоже от этого тяжело, но в данный момент находитесь на расстоянии, потому что спросила в данный момент, что какая-то ситуация. Чувства есть, эмоции есть, не могу сказать, что он вас не любит. Да, как он вас любит? Ну как, вот так вот любит, но показывать ничего не будет, потому что карта бездействия, карта баланса какого-то синхронизации, но сам по себе может такой человек он так ко всему относится, не хочет вам серьёзно включаться в эти чувства, ну вот любит и любит, любовь на расстоянии, любит вы его, такая женщина недостижимая, недостижимая, находитесь на, по звезде, потому что спрашиваю, как любит. Какие ещё чувства? Почему такое у нас серьёзное отношение? Человека есть семья по третьему варианту. Ну, либо вы его семья, он просто как-то вот уже так, ну нет, тут, скорее всего, человек из другая семья. Да. Пятёрка жил, конкуренция. Ну, общий расклад. Хорошо, какие препятствия в отношениях? Самое главное препятствие. Самое главное препятствие это сам король, который не хочет ничего делать, надеется на судьбу, надеется на какую-то справедливость, ну, если у кого-то мужчина не в разводе, тут самое главное препятствие это то, что здесь нужно какое-то принимать решение. Здесь, во-первых, он не может принять решение, решение юридического характера. Многих будет проигрываться разводу, у многих будет проигрываться, принять все решение, очень важно. Ну, здесь такое, знаете, отношение, вот как карта ляжет, как судьба повернётся, человек надеется на какой-то, на какой-то судьбоносный момент, на какую-то ситуацию, знаете, как само по себе разрешиться. Хотя вот Карл Жезлов, да, он сам по себе просто человек такой, который принимает решение, здесь просто состояние депрессии, я поняла, просто устал уже думать, не хочет принимать этих решений, очень ему тяжело, и ревность, и скандалы, и ссоры, скорее всего, и на другой стороне, потому что есть, еще до этого выпадала дама Пентакли. И с вами нужно что-то делать, может, у кого-то проиграется беременность, по третьему варианту. Вот он надеется, что как-то всё так разрулится, что решение примется, потому что устал об этом думать, депрессивно он находится в состоянии, человек очень сильно переживает за принятие вот этого решения, по третьему варианту. Ну, это основные подводные камни, здесь всё-таки юридическая тема, здесь нужно решать что-то. Ну, вот у многих проиграется беременность, потому что здесь солнце, это счастье, это новые отношения, новая любовь, и у кого-то беременность, потому что здесь беременность, и здесь беременность, и там еще карта детей, деньги на детей. Так, хорошо, как мужчина видит будущее с вами, да, какое он видит вообще будущее с вами? Не видит он ничего, если честно. Зависшая ситуация понимает, что очень многое, раз того, чтобы быть с вами, нужно очень многое принести в жертву. Вот третий вариант, любовный треугольник, четырехугольник, треугольник, всё что угодно. Здесь нужно принимать решения юридического характера, нужно сконсультироваться, советоваться с юристами. Действительно, он на данный момент, восьмерка мечей, ну, он не видит вообще никакого развития, он не знает, он боится, опасается препятствия, ему кажется, что действительно здесь опасности за каждым деревом, за каждым деревом мечи, он их не видит, он их не замечает. Но здесь не так, ну, знаете, обычное классическое значение, когда завязаны руки-глаза и действовать не может. Он чётко понимает, что здесь очень многое нужно изменить, очень многое нужно перевернуть, очень многое нужно поменять. Касается женщины, дамы-жедлов, либо вашей соперницы, либо, ну, просто какой-то женщины. решение нужно принимать. И здесь нужно принимать решение. Там много таких карт было. Какое будущее он видит. Тяжело ему видеть будущее. Он понимает, что это будет новый совершенный этап. Он, понимаете, он вас терять не хочет. И тяжело. Вот до этого были очень такие карты, не эмоциональные, а карты тяжести, когда он хочет просто сбежать от всех, спрятаться вообще, уйти. И просто действительно в данный момент надеяться на какую-то судьбу, что как-то так всё само повернётся, и он сможет выдохнуть и всё само собой разрешится. Ну, вряд ли оно разрешится. Так, как себя ввести вам? Ну, знаете, вот вам в данном случае ничего делать не нужно вообще. Стать в позицию обороны. Ничего. Вот, понимаете, в данной ситуации вы сделать ничего не можете. Путь к этой вот закрыт, путь к этой пещере закрыт. Вообще по этой карте нужно сделать паузу, сесть и подумать вообще, что, как вам дальше жить. Потому что здесь такая глухая позиция обороны. Быть на чеку в ожидании того, что может действительно начаться какое-то активное действие по четвёрке мечей, нужно хорошо к этому подготовиться. Здесь может быть подготовка и в плане законов, и юридическая, и какая-то моральная, и умственная. Ну, умственная, простите, моральная, ментальная. И психологическая тоже. И здесь такая вот... Нужно себя немножечко поберечь, потому что предстоит, конечно, ещё работа большая. Сделать вы пока ничего не можете. Двойка жезлов – это карта. Нет у вас пока возможности действовать. Поэтому делайте паузу. Потом потихонечку начнёте как-то работать на этой ситуации, кропотливая работа, работа над отношениями. Но вы поймёте, когда это нужно делать. В данный момент вообще не стоит как-то форсировать события. Вам сейчас нужен даже отдых, спокойствие и для принятия правильного решения. Займите позицию обороны и просто наблюдайте. В данной ситуации вот то, что происходит в жизни у загаданного мужчины, ему действительно очень тяжело. Вот ваши действия на это никак не повлияют. Пусть сам решает, и решать нужно. Цвет. Ну, он решит всё сам. Выпал Король Кубков. Вот отдайте всё. Действительно, пусть мужчина решает. Отдайте всё в его руки. Король Кубков, он как-то полюбовно договорится, полюбовно всё это решит. Ну, у кого это просто любовник, то, в принципе, в таких любовных отношениях и останется. Но если действительно мужчина там готов как-то сражаться за ваши отношения и менять вот эту вот подвешенную ситуацию и как-то переходить к действиям, то выйдет победителем. Выйдет победителем, всё это быстро начнёт решаться. Главное, чтобы вот мужчина принял решение, действительно, чётко понял, что да, я иду либо с вами, я либо иду вот с другой королевой. И тогда всё решится. Потому что сейчас действительно застой просто. Мужчина в каком-то депрессивном состоянии, кто уходит к принятию решения. Ну, у каждого свои варианты. Сложно рассказывать. Общий расклад. У меня наоборот ещё десятка мечей. Карта, ну, карта предательств, карта проигранной битвы. Очень боится проиграть битву. Очень боится, действительно. Даже хочет сдаться. Но если примет решение действовать, то, в принципе, действия будут успешные. Четвёртый вариант. Калды на хиртари. Давайте посмотрим, с чего начинались ваши отношения. Как начинались отношения. Так, как начинались. Здесь, скорее всего, женщина была в отношениях, в каких-то непонятных отношениях, стабильных отношениях с мужчиной, с королём Пентакли, либо король земного знака Зодиака, либо человек, муж, либо человек, умеющий зарабатывать деньги, либо такой, знаете, который полностью посвящает себя работе. Отношения были какие-то... Они женщину ограничивали в действиях. Она здесь не могла принимать решения. Отношения стабильные. Возможно, у кого-то проживание совместно, у кого-то совместно... Ну, просто долгие уже отношения, имеющие стабильный характер. Здесь такое, как... Либо... Женщина конкретно в семье, то есть она была в отношениях стабильных, в некоторых даже семьях проиграется. То есть знакомство произошло в тот момент, когда женщина встречалась с другим мужчиной. Знаете, так, я уже не буду долго сказать, потому что здесь как-то и действовать она не могла, очень какие-то встречи были такие, тайные встречи, потому что двойка жезлов, невозможность действовать, невозможность знала, что делать, как, куда, заканчивать, не заканчивать отношения с мужчиной. У некоторых мужья проиграют, судя по стабильным отношениям на расстоянии. Но в любом случае, самое главное, был у вас другой человек, были какие-то стабильные отношения совершенно с другим мужчиной в тот момент, когда вы познакомились. Их таких ярких событий я не вижу. Я вижу только, что у вас очень большие ограничения. Пятерка Пентакли иногда еще говорит о том, что... И чувств, в принципе, тут никаких. Я не вижу там особо чувств каких-то, кроме карты знакомства и десятки кубков. Потому что здесь еще как бы бездуховная любовь такая, невозможность действовать. Либо действительно женщина находилась в отношении с этим мужчиной из-за финансов, потому что нет возможности, чтобы расстаться, конкретно уйти от него, либо вот как-то изменить ситуацию, потому что очень большие ограничения в деньгах. И вопрос-то первая карта все-таки это ограничения в финансах. А в тот момент, когда вы с ним познакомились, может так еще проиграться, у него были большие трудности в плане денег, большие трудности в плане финансов. И человек, с которым вы познакомились, оказал вам какую-то помощь. Оказал какую-то помощь, потому что Пентаклиевый король все-таки это король с деньгами. Может быть еще так, у кого-то может общий расклад, серьезно, я не буду даже смотреть, где вы знакомились, потому что вероятность, кто-то может познакомиться в банке, кто-то может как-то ситуация произошла, связанная вот конкретно с финансовой темой. Потому что здесь нельзя, даже семья может проигрываться, это может быть и работа, и предприятие, и все что угодно проигрываться. То есть знакомство может у некоторых проиграться как на работе, потому что это как частный бизнес, иногда десятка кубков. Основной момент – это проблема ограничения в действиях либо ограничения в деньгах. Каждый поймет, если это была такая ситуация. Какие же отношения с мужчиной на сегодняшний день? Отношения непонятные. Отношения не развиваются, они примерно на одной и той же стадии, на которой они и были, причем длится это очень долго, здесь нет какого-то развития, потому что Войко Пентакли это всегда говорит о том, что отношения, ну как-то в отношениях люди балансируют, пытаются синхронизироваться, подстраиваться друг под друга, но это не серьезные отношения, это отношения без каких-то конкретных планов на будущее. Вот есть и есть. Вот как вот сегодня вот нам хорошо, и хорошо, и слава Богу. И еще по умеренности, ну действительно всем хорошо, комфортно. такой вот аркан, когда, ну, есть домашняя, может, возможно, забота, но тут еще такая энергия женская, правильная, которую женщина дает мужчине по умеренности. Он ее получает, ему достаточно, он ничего другого не хочет. А в принципе, скорее всего, от этого тяжело, потому что нет какого-то развития, нет какого-то дальнейшего продвижения. Что вы значите для своего партнера? Ну, он вас любит однозначно. Что вы значите? Стабильные чувства. Причем он вас и любит, и хочет безумно, и ревнует. Любовь и ревность. Нет, нет, нет. Здесь хорошие такие отношения. Вы его успех, вы его женщина, вы его как, ну, не то, что даже трофей, но относятся к вам серьезно, потому что спрашиваю, что вы для него значите. Ну, действительно, десятка пентаплей, это его, ну, практически его семья, его вложение, его успех. Женщина, которая дает ему все. Может проиграться. Ну, я не могу сказать, что здесь просто страсть по дьяволу. Нет, здесь больше как ревность, потому что стабильные отношения, здесь любовь, ну, как бы все полная чаша. Что вы для него. Вот вы действительно в этом мужчине даете все. Вы для него все. И любовь, и секс, и любовница, и гейша, и семья. И плюс это еще все подкреплено стабильностью и комфортом. Мужчина находится в зоне... Ему очень хорошо. Вы для него тот человек, который создает ему комфорт. Так, насколько вы ему ценны? Насколько он вами дорожит? Боится вас потерять? Действительно, боится вас потерять. Очень переживает. Действительно, он в вас как-то вложился. И вы, в принципе, вложились. Да, это тот вариант, когда... Понимаете, когда вы вот... Особенно короли Пентаклей. Они чем больше в женщину вкладываются, тем меньше они хотят ее отпустить. Потому что это как долгосрочная инвестиция, вложение. Действительно, боится вас потерять. Ну, даже, наверное, по деньгам вложения. Да, здесь могут быть просто эмоциональные какое-то вложения. Потому что тройка Пентаклей, это люди с совместными какими-то усилиями строили отношения, вкладывались в эти отношения, трудились над этими отношениями. Очень сильно как-то в себе переживает. Тяжело ему тащить эти отношения. Недоволен каким-то результатом. Оно, в принципе, дорожит вами. Хотелось бы что-то ему изменить. Что именно? Потому что тянет этого ягненка. Очень много каких-то фантазий, иллюзий. У кого-то страхи. Нет, фантазии и иллюзии по поводу трудностей в этих отношениях. Хорошо, трудности. В чем конкретно? Иллюзии, фантазии. Отшельник. Вот вы для него всё, да, в этих отношениях всё-таки ну, либо чувствуете себя одиноко, либо в чем основное трудно, в чем разочарование мужчины. Не хочет он съезжаться. Вот он сам по себе такой человек-отшельник. Ему нравится приезжать, уезжать, ему нравится статус любовника, ему нравится отношения постоянные, ему с вами хорошо, вы ему даёте всё. Я не вижу даже там других женщин каких-то. Но боится он расстаться со своим вот этим вот чувством свободы. Потому что карта отшельника и карта колесничего. То есть он прискакал, да, провёл с вами какое-то время и опять к себе в норку, в нору, там по отшельнику, постигая какую-то мудрость. Либо отношения на расстоянии. У некоторых может проиграться отношения на расстоянии по колесничью. Человек приезжает, уезжает, может быть, находится вдалеке как-то от вас в другом городе. Потому что отшельник иногда говорит ещё о том, что вы на расстоянии каждой. Вы вроде бы пара, да, но каждый живёт сам по себе, у каждого своя жизнь. Причём это чётко осознаёт, понимает, потому что отшельник – это всё-таки ещё тоже мудрость. Хорошо, какие чувства он к вам испытывает? Солнце, боже мой. Самые глубокие – это любовь, это наслаждение, такая любовь до депрессии. С одной стороны, ему с вами очень хорошо, с другой стороны, очень плохо. Почему-то так плохо от такого счастья. Ну, оператрица выпадает. Либо женщина ему не по зубам, либо женщина замужняя, либо женщина старшая, потому что я конкретно спрашиваю, почему депрессия. А всадник жезлов? Ну, либо женщина старшая, он чувствует себя просто здесь не королём, а всадником рядом с вами, потому что я расшифровываю просто депрессию. Первая карта хорошая. Действительно, вот у него чувства самые-самые наилучшие. Но есть депрессия, потому что вы такая звезда императрица, вы владеете всей ситуацией. А он тут всего лишь выполняет какую-то функцию любовника, либо мужчина младший, по четвертому варианту, потому что всадники. Ну, либо чувства здесь... Ну, после солнца я не мог говорить, что мужчина хочет от вас только секса, хочет только свидания, какое-то лёгкое времяпровождение. Нет, здесь такое ощущение, как будто он думает... У него депрессия от этого, что вы им только пользуетесь. Ну, действительно, просто мужчина очень много думает. Вот всё. Хочется быть победителем в этих отношениях. Вот депрессия от ума. Нет, всё. Хороший у него. Вот конкретно можете не переживать. Чувства у него есть. По солнцу. Ну, ему с вами действительно очень хорошо. Вы ему дарите тепло, уют, заботу, ласку. Вы его императрица. Какие же самые важные подводные камни ваших отношений? Так, ну, всё-таки есть в этих отношениях какие-то тайны. Четвёртый вариант. Любовники, мужья, императоры. Боже мой. Основная, главная, главный подводный камень этих отношений есть другой мужчина. Есть другой мужчина. Кто-то здесь любовник, кто-то здесь муж в этих отношениях. И плюс это всё тайно скрывается. Потому что пятёрка мечей – это недоговаривание. Очень часто говорят о том, что какая-то информация утаивается. Это такая победа любыми способами. Как правило, это победа с помощью. Ну, информационная такая победа. Но здесь вот подводные камни в том, что либо мужчина чего-то не знает, либо вы чего-то не знаете. Но всё-таки есть обман. Не могу сказать. Есть какие-то... Ну, кто здесь за кем-то следит, кто устраивает какие-то скандалы, есть ревность. Но не всё так гладко. Не могу сказать, что здесь обман и предательство. Здесь больше проблем в том, что кто-то кому-то не просто что-то не договаривает. Это может рано или поздно вылиться в какой-то очень большой скандал всадника мечей. Когда кто-то что-то узнает об этом. Вот и всё. Это такой самый главный, самый подводный камень. Потому что тут в отношениях, скорее всего, женщины и мужчины, либо оба, либо кто-то один, очень боится скандала, когда действительно выплывет всё наружу. Ну, у каждого свои варианты. Так, видит, как мужчина видит с вами отношения. Ну, он видит, что здесь для того, чтобы было продолжение отношений, здесь нужно по справедливости принять какое-то решение. И действительно отношения трансформировать во что-то совершенно другое, иначе здесь развития не будет. Здесь нужно переходить к чему-то новому. И очень быстро. Здесь нужно приносить жертву что-то, потому что карта всё-таки повешена. Карта принесения в жертву, наказания. Причём всё нужно менять. И как он видит? Ну, здесь либо вообще нет будущего никакого, либо чтобы что-то получилось, здесь нужно менять всё полностью. Здесь такая трансформация стопроцентная. Приносить жертву и идти новым совершенно путём. Потому что здесь изначально отношения как-то были построены неправильно. Как вам себя вести? Очень хороший совет. Всем женщины практически подходят. Женщина очень умная, которая смотрит. Женщина очень самостоятельная, решительная, конкретная, королева жертвы. А как вам себя вести? Строите себя дурочку. Вы знаете, как я люблю говорить, только умная женщина позволит считать себя дурой. Легко ко всему к этому относитесь, не напрягайтесь и старайтесь казаться намного глупее, чем вы есть на самом деле. Для чего вам это нужно? Ну, чтобы не заниматься самокопанием, переживанием каким-то. следить, выискивать, просматривать фотографии, собирать какую-то информацию. Не нужно оно вам это совершенно. Легче относитесь к ситуации. Просто набирайтесь опыта в этих отношениях. Отношения будут развиваться. Здесь разрывов не вижу. Чувства будут, чувства отношений. Единственное, Паш Динариев эта колода обозначает вложение в эти отношения. Это люди учатся, люди как-то осваивают, конкретно на ошибку получают информацию. А здесь не стоит вам следить, искать, что-то выискивать, заниматься самоанализом, заниматься именно поиском каких-то нюансов в этих отношениях. Любовь есть, чувства есть, отношения будут развиваться. Медленно будут развиваться. Такая кропотливая работа, карта ученика, который будет продолжать свое дело, будет продолжать учиться в этих отношениях. Просто действительно не нужно показывать здесь свою мудрость. И легче нужно относиться к этим отношениям. И все у вас будет хорошо. Не надумывайте, не накручивайте себя. Вот и будет вам счастье, будет вам любовь. Ну, совет еще один. Если есть какая-то конкурентная борьба, да, если есть какие-то соперницы, жены, ну, не стоит сравнивать, не стоит действительно смотреть в прошлое, не стоит сравнивать себя с какой-то другой женщиной, не стоит... Вы сами себе разбиваете сердце. Действительно, просто легче относитесь ко всему, если хотите быть с этим мужчиной. Вот действительно тут такой совет, что предыдущий, что этот... Если есть даже какие-то отношения с женщиной, которые основаны на деньгах, потому что шестерка Пентакли – это все-таки проигрывается часто алимент, либо какая-то материальная помощь. Вы видите в этой женщине свою конкурентку, ну, сами себе просто сердце разбивает, сами себя накручиваете, сами себе делаете больно. Надо быть мудрее, пожриться. Жриться всегда. Вот действительно. Будьте мудрее, не переживайте, не накручивайте себя, потому что вы все равно совсем справитесь по мудрости. С этим мужчиной вы в любом случае будете, потому что женщина – мечта, а мало того, что сильная сексуальная, еще и умная. Лучше лишний раз показаться дурочкой. Вот так вот. Пятый вариант. Давайте посмотрим анализ отношений, что происходит в ваших отношениях на сегодняшний день. Так, как начинались ваши отношения? Ну, здесь, во-первых, либо в дороге познакомились, потому что карта переезда, карта колесничьего, карта какой-то победы, ну, все чего угодно, здесь может празднование победы проигрываться. Такое знакомство легкого характера. Тайное, необычное. Либо кто-то за вами следил, либо вы следили за этим мужчиной. Ну, тут, скорее всего, мужчина за вами наблюдал, следил, получал у вас какую-то информацию, потому что был вас очень сильно заинтересован. Либо поездка, либо путешествие, либо в дороге. Как-то связано, может быть, либо с транспортом, однозначно с транспортом, либо в другом городе. Здесь проигрывается транспорт, расстояние, но в некоторых случаях празднование победы. Празднование победы. Вы ему понравились, он за вами следил втайне, потому что, ну, либо в некоторых вариантах, возможно, женщины это делали. Здесь неважно, не имеет значения. Я подпала карта солнца, скорее всего, у некоторых это летом произошло. Ну, такое интересное знакомство, связанное с передвижением, и с тайной слежкой, и сбором информации о человеке. Какая ситуация на сегодняшний день? Ну, всё сложно, как обычно. Было бы всё просто, расклад бы не смотрели. Всё сложно, действий нет никаких, никто никак не действует. Чувствам закрывается партнёр, ничего не показывает, чувства не проявляет. Хотя ему хорошо в этих отношениях. Но молчит. Но действительно боится, закрывается от своего счастья. Девятка жезлов очень часто связана с прошлым опытом, очень, как правило, неприятным опытом, когда человек боится показывать свои чувства, он боится, знаете, нарушить своё счастье. Он боится потерять это счастье. Потому что здесь нужно действительно переходить уже к новому пути какому-то, нужно принимать, действительно здесь нужно действовать. Отношения развиваются, очень хорошо развиваются. По солнцу, в чём, почему всё-таки тяжесть ещё? Нет, нужно что-то принести в жертву, нужно чего-то отказаться. Здесь пауза, никто не действует. Ну, основная проблема, конечно, в бездействии. Никто не принимает никаких решений и не действует. Даже, может быть, решение-то и приняли по этому варианту, но действий нет никаких. Это какая-то подготовка. Сейчас вот мы отдохнём, подумаем и начнём действовать. Действий нет. Что вы значите для партнёра? Очень важны вы для партнёра. Вы его победа, вы его счастье, причём судьбоносная карта. Не могу сказать, что вы его судьба, это общий расклад. Но действительно, встреча с вами поменяла его жизнь. Поменяла его жизнь, и здесь как начался новый этап. Ну, действительно, во-первых, вы его победа, он у вас добился. Если он как-то долго за вами следил и выслеживал, пытался с вами построить отношения, то у него это получилось. И многое вы для него значите. В чём ограничение? Очень сильно переживает. Очень сильно переживает. Готов, не готов. Ну, здесь по пятому варианту нужно переходить к серьёзным отношениям, потому что карта семьи выпадает. Ну, либо кто-то в пятом варианте женат, потому что очень много тут жертв каких-то нужно перевести в жертву, тайная любовница. Очень в себе, очень сильно ограничен в действиях, занимается самокопанием, самоанализом, потому что здесь выпадает карта семьи. Либо у кого-то семья, которая мешает принимать какие-то решения и действовать, идти дальше в эти отношения. Либо тут, если все свободны, просто вот человек переживает конкретно о том, сможет ли идти дальше с вами, вот в семью, потому что чувства здесь есть. Просто как-то дальнейший этап его пугает. Почему пугает? Ну, потому что торопиться боится, вкладываться боится, и он просто по жопе так, или не знает, как это делать. Торопиться он не будет. Здесь нужно получать информацию, здесь нужно как-то... Ну, может быть, человек вообще ещё просто... Если ни у кого нет семей, да, здесь просто человек, как бы, может быть, ещё не был никогда в стабильных отношениях, ни с кем никогда не проживал. Либо просто боится очень быстро переходить к каким-то стабильным отношениям. Почему боится переходить к стабильным отношениям? Потому что пока ему нравится стадия встречания. Вот этот вот конфетно-букетный период. Ну да, тот вариант, когда боится, что всё закончится. Как только мы переходим к серьёзным стабильным отношениям, здесь всё, всё меняется, всё вот совершенно не так, как было. Женщины меняются, мужчины меняются, то есть они хорошие в процессе узнавания, а когда только мы начинаем жить вместе, человек, знаете, как это... Девушка обратно превращается в жабу. Ну, либо принц в жабу. Девушка в лягушку, а принц в жабу. Ну, я шучу, конечно. Есть такой страх, что как только переходим к другому этапу, здесь всё, разбитое сердце и всё пропало. Насколько вы ему ценны? Насколько вы ему дороги? Однозначно вы ему дороги и ценны. Такая интересная женщина, причём он боится, что вы от него уйдёте. Он боится того, что вы можете уйти в другие отношения. Совершенно легко, непринуждённо. Эти чувства не показываете. Дама мечей, дама эмоциональная, дама, дружащая с головой. Дама, которая не будет, если что-то не устраивает, дама мечей, она не терпит нас, разворачивается, уходит. Причём девятка Пентапли — это девушка, которая не согласна на рай в шалаше. Она чётко понимает, чего она хочет. Женщина успешная. Иногда проигрываются любовницы, куртизанки. Ну, такие женщины очень ухоженные, эффектные. Но здесь в таком сочетании женщина, знающая, чего она хочет. Женщина успешная. Женщина ценящая уют, комфорт и конкретно деньги. Она любит деньги, любит... Вот он этого боится. Может быть, на самом деле не так, но вот так он вас видит. Потому что мы спрашиваем, насколько вы ему ценны. Да, ценны. Он боится, что вы от него уйдёте. Карта ухода. Причём с лёгкостью. Женщина мечей решила и ушла. Какие чувства он к вам испытывает? Не знает он сам. Боится. Действительно, вот не знает. Здесь пауза. Он не может понять, то ли вы для него весь мир, то ли просто отношения на расстоянии. Да нет, нет. Чувства по миру очень хорошие. По миру... Ну, ещё раз может проигрываться страх, что чувства не хочет мужчина в себе вообще признавать, осознавать. Потому что вы можете уйти от него. Потому что мир, это ещё могут отношения закончиться. Либо отношения на расстоянии. Не знает он, что сам делать, что с этими чувствами. Почему? Как-то по справедливости пытается понять. Ну, король мечей, да, выпадает. Человек очень много прилагает ума. Но, хотя здесь всё-таки чувства должны быть. Не могу сказать, что он вас не любит. Здесь просто человек не понимает вообще, что он для него... Кем вы для него являетесь. Человек включает постоянно анализ. Он анализирует факты, события. И это ему очень сильно мешает. Да, очень сильная трансформация в чувствах. Может быть, как-то знаете, может, вы к нему охладели немножко. Либо может у кого-то расстояние всё-таки проигрываться. Потому что мир... Либо пауза в отношениях. Но я не вижу паузы, разрывов. Здесь либо женщина держит его на расстоянии, либо какие-то обстоятельства. Хорошо, какие препятствия в ваших отношениях? Ну, и другой мужчина. Либо... Во всех колодок попадает практически одно и то же. Либо мужчина думает, что он недостаточно готов для того, чтобы содержать вас. Да, и очень волнует финансовый вопрос. Основные какие препятствия. У кого-то может проиграться другой мужчина, который находится тоже на расстоянии. Потому что отшельник. Мужчина находится не рядом с этой женщиной. Либо самое главное препятствие то, что загаданный мужчина считает, что он ещё не готов к этим отношениям. Ну, он как бы отшельник. Да, он занимается бизнесом, он занимается работой. У него есть какие-то встречи с вами, но он не согласен переходить с вами, вот как-то переходить к серьёзным отношениям, к совместному проживанию. Потому что вот он привык жить один. Вот так вот. Он ценит очень свою свободу. Либо действительно у кого-то проиграются мужья, но мужья, которые находятся тоже на расстоянии. Не рядом с женщиной. Вот самое главное препятствие. А как видит мужчина будущее с вами? Ну, знаете, он видит с вами будущее. Стабильное будущее. Но как-то пока он в данный момент к этому не готов. А так нет. Женщина интересная, женщина успешная, женщина чёткая, стоящая на ногах. Ну, да он конкретно видит с вами будущее. Он видит пару. Подождите, не торопите его. Пятый вариант. Он конкретно, может быть, он об этом и не говорит, но здесь выпадает пара. Стабильные отношения, семья, рождение детей. Ну, вот в данный момент очень много анализа. Очень много мечей, очень много переживаний. Но однозначно здесь даже никак не подкопаться. Стабильное отношение, стабильное комфортное отношение с любовью и с переходом на другой уровень, более такой серьёзный, глубокий. Но, видимо, в каком-то отдалённом варианте, потому что пока он к этому не готов. Но здесь нужно сделать какой-то выбор. Здесь нужно сделать какой-то выбор. И нужно сделать какие-то... Тут нужно действовать. Будет, скорее всего, он действует, потому что планы у него есть. Ну, хорошо. Как вам себя вести? Как вам себя вести? Ну, если есть какой-то обман, если есть какие-то тайны по отношению к этому мужчине, лучше с ними, конечно, покончить, потому что они вас разрушают. Они вас постоянно возвращают в прошлое, они постоянно вас заставляют как-то заниматься самоанализом, самокопанием, говорить, что сама виновата. Ну, здесь прекратить вот это вот самобичевание, да. Обманываете ли вы в чём-то мужчину? Ну, не могу сказать, что вы обманываете в чём-то. Дама Пентакли, ей как-то всё равно. Если есть какой-то другой мужчина, то лучше рассказать об этом, либо вообще просто, знаете, по башне забыть об этом и не вспоминать, не возвращаться в прошлое. Потому что здесь всё-таки проигрывается больше какой-то обман из прошлого, который вас разрушает. Который вас разрушает, причём разрушает изнутри. Это анализ вашего подсознания. То есть не разрушение ваших, а, пожалуйста, вот как-то либо, знаешь, когда на свадьбе спрашивают, знает ли кто-то каких-то обстоятельств, которые могут препятствовать браку. Либо скажите сейчас, либо забудьте, чтобы никто никогда не узнал об этом. Вот здесь вот то же самое. Либо расскажите, либо закончите с этим обманом и возвращайтесь в прошлое. Потому что на вопрос Дама Пентакли обманывает, не обманывает. Ну, Дама Пентакли обычно занимается материальной стороной, материальными вопросами, семьёй, заботой, о быте, о комфорте семейном. Если есть любовный какой-то треугольник, ну, не знаю, не стоит вам вообще просто заниматься самокопанием, самоанализом. Вот будьте женщиной. Совет такой, будьте женщиной, любящей женщиной и не устраивайте скандалы. Вот забудьте, перечеркните прошлое, какой-то обман, если был, допустим. Может быть, какой-то обман между вами был, либо вы как-то обманули. Ну, вот разрушите это прошлое, пожалуйста, оно, иначе оно будет разрушать вас. Вот такой вот пятый вариант был. Всего доброго и до свидания.